МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередные кадровые перестановки. Министр природных ресурсов Пермского края покидает свой пост. Газпром должен зарабатывать на продаже газа, а не прокладке коммуникации. ФАС готовит регулярные контракты для газовиков. Снижение по всем основным финпоказателям НПО «Искра» закончило первый квартал года с убытком в 120 млн. рублей. Новости на РБК Пермь. В студии Станислав Загаинов. Здравствуйте. Министр природных ресурсов Пермского края покидает свой пост. 14 августа Константин Черемушкин возглавит Западноуральское управление Ростехнадзора, сообщает издание «Коммерсант». Приказ о назначении подписан на этой неделе. Управление подконтрольное Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Кировская и Оренбургской области. В Прикамье Константин Черемушкин занимал должность министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии с начала 2013 года. Как сообщили РБК Пермь в администрации губернатора, до понедельника министр официально находится в отпуске. На это время обязанности главы ведомства исполняет заместитель Черемушкина Антон Колодин. Телеканал ООН пояснил, что только 14 августа станет известно, продолжит ли он и далее руководить министерством с приставкой ИО, либо без нее. Газпром должен прокладывать трубопроводы прямо до домов, а не только до населенного пункта, и зарабатывать на продаже газа, а не на строительстве коммуникаций. Такое мнение РБК выразил начальник управления регулирования ТЭКФАС России Дмитрий Махонин. Сейчас компания прокладывает газопровод до населенного пункта, а непосредственное проведение до домов ложится на плечи местных жителей или муниципалитета. Зачастую это остается невостребовано из-за высокой стоимости подключения. А строительство невостребованного газопровода в конечном итоге отражается на тарифной политике компании. Сейчас, по словам Дмитрия Махонина, уровень газоснабжения в сельской местности составляет порядка 20%, несмотря на то, что в Прикамье располагаются все основные магистральные газопроводы. Уровень газификации региона один из самых низких в Приволжском федеральном округе. Наша задача выйти где-то в сентябре с региональными властями и с Газпромом на подписание так называемого регуляторного контракта, когда те завышенные цифры в тарифных решениях, которые мы выявили уже сейчас, они будут приложены в статью затрат на газификацию. Регион должен провести нейтрализацию газовых сетей, должен определить, где надо построить эти кусочки сетей внутри населенных пунктов, чтобы сделать прорыв с точки зрения повышения процента газификации. Подобные соглашения ФАС России планируют подписать в Ростовской и Новгородской области, а также в Удмуртии. По словам собеседника, данный принцип в работе газоснабжающей организации может быть основан на опыте других регионов. В качестве примера была приведена Тюменская область, там, в районах, где газопроводы есть, домовладение подключают бесплатно в течение двух недель. Также Дмитрий Махонин отметил, что введению новой системы газификации не помешают многомиллионные долги ряда котельных Пермского края. Чистый убыток НПО «Искра» в первом квартале года составил почти 120 миллионов рублей. Отчет компании опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации. По всем основным финансовым показателям за отчетный период зафиксировано снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка сократилась почти на треть и составила менее 2 миллиардов рублей. Прибыль от продаж и прочие доходы сократились более чем наполовину. А вместо чистой прибыли в 60 миллионов в первом полугодии 2016-го, отчетный период компания завершила с убытком. Также опубликовано решение Совета директоров акционерного общества. По итогам 2016 года общему собранию акционеров рекомендовано направить почти 30% полученной чистой прибыли на выплату дивидендов на акции НПО «Искра». По привилегированным ценным бумагам начисления составят 14 рублей 33 копейки. По обыкновенным акциям 9 рублей 55 копеек на одну бумагу. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов, может составить 13,5 миллионов рублей. Часть прибыли НПО «Искра» по итогам 2016 года в размере 25 миллионов 800 тысяч решено не распределять. Фондовые торги в России стартовали в минусе. Свидетельствуют данные московской биржи. Индекс ММВБ потерял более полупроцента и индекс РТС опустился почти на процент. Биржевые аналитики считают, перед выходными ожидается ослабление рубля. Основными факторами, влияющими на движение российской валюты сегодня, остаются снижения мировых цен на нефть. Марки WTI и Brent сегодня подешевели на процент каждое. Кроме того, рубль остается под давлением падения интереса инвесторов к покупке рискованных активов. Эксперты прогнозируют, учитывая снижение нефтяных котировок и усиление геополитической напряженности между КНДР и США, перед выходными стоит ожидать ослабление российской валюты к доллару до 60 рублей 50 копеек. Курс евро может дойти до отметки 71,30. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Финам 60,05, по продаже в банке Восточной 60,40. Лучшее предложение по покупке евро, а также в банке Финам, по продаже в банке НЕЙВА. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК. До встречи уже через час. Каждый понедельник и среду в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова